Здравствуйте! В эфире Персона Града. Программа, в которой с интересными людьми мы говорим о главном. И сегодня в нашей студии, не побоюсь этого слова, уникальный человек, известный в бизнес-кругах Орловского региона и всей России. Это генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Люкс Росстрой» Вадим Ремезов. Здравствуйте! Здравствуйте, Вадим Вячеславович! Добрый день! В нашем регионе вы работаете уже много лет и ваш бизнес, я могу назвать разноплановым и трудно выделить что-то главное. Скажите, пожалуйста, это потому что регион у нас такой уникальный и универсальный? Или просто вы человек, который любит экспериментировать, скажем так? Любой человек любит экспериментировать. Здесь смысл моего бизнеса не в поисках что-то нового, более выгодного, а скорее всего смысл в том, чтобы адаптировать способности моих сотрудников к данному региону. Регион привлекательный для меня, спору нет. А что заинтересовало? Вы знаете, удивительный склад Орловской земли в том, что это уже Черноземье, но Черноземье мало подверженное засухам, проливным дождям. То есть удивительно стабильный регион с, будем так говорить, не самым высоким урожаем, но я имею в виду сельское хозяйство, зерновые культуры. Ну, будем честно говорить. Но, да, но со стабильным урожаем. Это привлекает, но потом, конечно, немаловажно и то, что в районе, в регионе, в Орловском существует большое количество инвестиционных зон. Такие, как вложения в мукомольный бизнес, вот чем я занимался, такие, как вложения, чем я сейчас буду заниматься в производство, в переработку мела, это и сухие смеси, и другие силикатные составляющие из мела. Ну, это целая тема еще для одной программы. Да. Пока я вам предлагаю, если вы не против, начать с малого. Вы привезли очень интересную новость. В Орле скоро появится мини-пекарня. Эта идея уже давно работает на Западе. В Орле мы, вы, первопроходец. Скажите, откуда вот такая идея возникла? И вот эта приставка мини, она, наверное, может многих смутить и спутать, наверное. Расскажите, что это такое, как это работает? Да, это достаточно простая, но эффективная идея. Смысл заключается ее, в первую очередь, в том, что я много езжу и по данному региону, и вообще по стране. Нехватка именно небольшого производства действительно приводит бизнес к тому, что бизнес начинает укрупняться, а это не всегда оправдано. Орловский регион, это же не только Орел, Мценск и Ливны, крупные города. Это Малый Архангель с своей прекрасной историей, с замечательными людьми. И идея строительства небольших пекарен с небольшими даже пунктами питания на втором этаже, а это как небольшие, но это где-то 300-400 квадратных метров. Это достаточно позволяющее производство хлебопродуктов. Это не только хлебобулочные изделия, но это какие-то, предположим, кондитерские изделия, которые позволят совершенно недорогое оборудование. Это печка, которая абсолютно точно потребляет не так много электроэнергии. И возможность размещения практически в любом месте. Она не требует какой-то привязки. Но я вас перебью, простите меня. Сейчас я предлагаю посмотреть короткий материал о том, как хлебобулочная индустрия работает в нашем городе. Я думаю, вам интересно. В Орле ко всем хлебным местам быстро выведет запах. За караваем на все случаи жизни не нужно далеко ходить. Этого добра у нас в изобилии. Местное производство кормит не только город, но часто и районы. В сутки Орловский хлебокомбинат выпускает более 60 тонн изделий. И с каждым годом потребительские цифры растут. Самыми провальными были кризисные времена. Но и тогда меньше хлеба покупать не стали. А в прошлом году доходы производителя выросли на одну пятую. Ну вот ни много ни мало не боитесь ли вы конкуренции? Здесь не будет никакой конкуренции. Потом, это же нет, у меня нет идеи завалить переизбытком хлеба. Зачем? Нужно выпекать ровно столько, сколько будет потребление. А потом горячий и свежий хлеб, хлебобулочные изделия, предположим, пирожные какие-то, которые выпекаются прямо здесь же на месте. На глазах, что называется. Совершенно прекрасная история. Люди будут приходить, выпить чашку чая или даже с собой забрать. Скажите, а вы всегда так уверены в исходе дела, когда задумываете очередной проект? Вы знаете, уверенности стопроцентной не бывает ни у кого, но я всегда придерживаюсь такого принципа жизни, наверное, даже в жизни, скорее, а не в бизнесе, что если ничего не пробовать, ничего не получится никогда. Вот теоретически никогда все не рассчитаешь. Иной раз берешься за проект, который расписан, рассчитан, и в разных регионах он работает, и он начинаешь внедрять, он не идет. Скажите, а вот такие аналогичные проекты в других регионах, где у вас есть бизнес, существуют? Нет, я хлебопекарень нигде не ставил, но я общался, у меня много знакомых в России и за рубежом, которые занимаются этим. Понимаете, если вложения достаточно большие и долго окупаемые, это, конечно, связано с большими рисками, с привлечением сторонних средств. А здесь небольшие капиталовложения, и этот бизнес по определению не может быть убыточным, потому что количество вложенных средств и количество полученных, все очень близко. Вот 10 булок испек, 10 булок продал. Все видно, какая рентабельность этого. А потом, вы знаете, если даже рентабельность этого производства будет минимальная, построив 50-100 таких пекарень, она все равно будет сама окупать себя. Хорошо. Вот сейчас может показаться, что мы уйдем от темы, на самом деле это не так. Вернемся в 2010 год. Внимание на экран. Весной 2010-го в Орле появилась мука собственного производства. Вернее, производство муки вернулось в регион после пятилетнего простоя завода. Годом раньше областная власть заключила соглашение с инвестором. Все закупленное зерно выращено на Орловских полях. Технологии переработки заграничные. В итоге выработка по ГОСТу, себестоимость муки низкая, а предприятие конкурентно способно. В сутки оно поставляет на прилавки 100 тонн продукции. Но почему говорим сегодня об этом? Потому что это в прямом смысле слово работоспособность мукомольного завода ваших рук дело. Ваша компания проинвестировала его, и сегодня он довольно успешный. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что идея мини-пекарина выросла как раз вот из этой предыдущей истории? Да, я об этом думал изначально. Потому что на одном заводе работает небольшое производство по выпечке хлеба. И мысль-то еще такая, чтобы довести это все непосредственно до потребителя. Понимаете, если цикл замкнут от выращивания зерна до выпекания хлебобулочных изделий, ни для кого не секрет, тогда можно регулировать цены на конечный продукт. То есть я могу себе позволить в таком виде продавать хлебобулочные изделия гораздо дешевле. И это будет действительно так? Вы знаете, это однозначно будет так. Уже я веду переговоры с заводом хлебным в Орле и готов поставлять муку в регионе. Зачем мне везти куда-то далеко и тратить на транспорт достаточно серьезные деньги, когда здесь можно за счет собственного производства и себестоимости низкой, ну, соответственно, не повышать таким образом цены, да, то есть продавать чуть ниже рынка. Здесь существуют определенные договоренности, разумеется, потому что нельзя разрушить рынок и продавать там, образно говоря, муку не по 9 рублей, а по 6. Но те же самые 10-20 копеек с килограмм, это уже выгодно будет хлебопроизводителю. И он не будет делать наценку на производство из-за того, что эта мука идет из других регионов, и она ему обходится дорого. А имея свои пекарни, здесь вообще все очень просто. Вадим Вячеславович, Вы бываете в нашей области, все-таки объезжая наши богаты поля, допустим, у Вас возникает еще новая идея? Чем бы Вы хотели заняться еще? Вы знаете, идеи возникают все время. И они возникают и у меня, и у главы администрации области. Идеи взвешенные, светлые, просчитанные. Идеи совершенно не спонтанные, а давай займемся этим. В регионе достаточно большое количество земель, которые не обрабатываются не потому, что они не обрабатываются, да некому это делать, но там существуют полесья какие-то, начинают прорастать там небольшие березы. То есть никто не берет это в обработку, потому что достаточно сложно и долго. А если мы к этому вопросу дойдем через 5-10 лет, то тогда на этих местах будет лес. Тогда будет не просто сложно и долго, а невозможно. То есть это нужно делать сейчас. И Вы представляете, если такой земли 100 гектар, то в общем и целом это не страшно. То есть Вы, я правильно понимаю, Вы с сельским хозяйством связываете свое будущее в нашем регионе? Вы знаете, в любом случае, не то чтобы будущее с сельским хозяйством, в любом случае данный регион не использовать, не устраивать бизнес сельскохозяйственной в этом регионе, это неправильно, потому что, ну знаете, можно и на биржах делать деньги, но здесь регион приспособлен для сельского хозяйства очень хорошо. Вы как инвестор поддержку региональной власти ощущаете? Ну, не то чтобы ощущаю. Я ощущаю не только поддержку, я ощущаю от нее инициативу. Понимаете, поддерживать бизнес – это прямая обязанность администрации, потому что это нужно делать. И нет никаких препон бюрократических? Вы знаете, бюрократические препоны везде есть, потому что это неотъемлемая часть оформления документации. И на самом деле в каких-то местах я во многом согласен. Так вот, я не договорил. Одно дело поддерживать бизнес, а другое дело проявлять инициативу. Понимаете, ведь если руководство области безинициативное, и ты приходишь с каким-то проектом, объясняешь, доказываешь, ну да, хорошо, мы поддержим. А если со стороны администрации идет еще инициатива, пожалуйста, привлечение инвесторов разных. Вот взять вариант с заводами мукомольными. Эти два мукомольных завода, стоящие и не работающие пять лет, вы думаете, что я был единственным, что ли, кому это предложили? При мне предлагали там 10-15 человек эти заводы. Никто не... А предлагала администрация. Возьмите и начинайте заниматься. Но по разным причинам, потому что, во-первых, это, конечно, не металлургия и не сырьевая база, которая приносит деньги практически сразу, и, соответственно, другие совершенно прибыли. Это сложный процесс, но нужно в это верить. Почему? Потому что мукомольный бизнес, это, во-первых, для меня нечто более важное, чем только деньги. А что это еще? Ну, мы же все люди, понимаете? И когда ты занимаешься производством сигарет или алкоголя, это тоже, как бы, да, ведь бизнес. Но чувствуешь себя, ну, если сказать виноватым, будет неправильно, но чувствуешь себя все-таки как-то нечестно по отношению к этому, вредные продукты. А если ты производишь муку, то как бы там невысоко это звучало, но я говорю совершенно искренне. И те люди, которые посмотрят эту передачу, те люди, которые меня знают, они знают, что я не вру. Вот, поэтому все мои слова – абсолютная правда. И действительно, когда производишь муку и когда делаешь что-то такое полезное, да, то кроме финансового еще существует и моральное удовлетворение. А это, я вам хочу сказать, не последнее дело. Вадим, большое спасибо вам за это интервью, спасибо за то, что были сегодня с нами. Всего вам доброго, успехов вам в работе. Спасибо. Я напомню, в нашей студии был генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Люкс Росстрой» Вадим Ремезов. Всего доброго, увидимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»